Всем привет! Сегодня у меня на обзоре такие вот коробочки под патроны производства SuperDag. Делают их в России магазин товаров для охоты на водоплавающую птицу SuperDag. Купить их тоже можно будет. Сразу поговорим о том, где их купить и о их цене. Купить их можно будет там же в этом магазине. Магазин находится в городе Москва. Можно найти его в интернете, набрав superdag.ru высветиться и сделать там заказ. Позвонить по телефону или сделать онлайн. Стоимость этих коробочек вот я сейчас нахожусь на сайте магазина одна штука 350 рублей, более пяти штук 300 рублей и более десяти штук 250 рублей за штуку. Соответственно, можно как бы я сделал, я бы собрал несколько своих друзей и сделал бы заказ на эти коробочки в складчину. Тем самым сэкономим, грубо говоря, 100 рублей с коробочки, если больше десяти штук заказывать. Так повелось у меня на канале, что я в основном делаю обзоры на те вещи, рекомендую, которые сам использовал и нашел практическое применение у себя. Ну и, соответственно, они зарекомендовали себя. В данном случае вот эта коробочка уже у меня в обеходе с прошлого года, с того момента, когда SuperDuck их начал производить. Я взял себе четыре коробочки прозрачного цвета. Сейчас скажу, почему прозрачного. И осенний сезон у меня все патроны были в этих коробочках. Плюс этих коробочек перед обычными упаковками и просто россыпью патронов в ящике тоже скажу. Давайте остановимся на ассортименте. С ценой разобрались, где купить разобрались. Ассортимент четыре цвета. Это прозрачная коробочка. Вот она. Это желтая, это красная, это коричневая, зеленая. Не знаю, оттенки тут разные. Ну, скорее всего, хаки, зеленый такой цвет. Почему я выбрал прозрачную? Потому что, в принципе, если бы я стрелял одним номером дроби, наверное, я выбрал бы разные, ну, непрозрачные, темные коробочки. Но, так как я стреляю несколькими номерами дроби, это в основном номер 5, 3 и 1, вот, поэтому я выбрал прозрачный, чтобы можно было отличить, в какой коробке у меня лежит какая дробь. Но, на самом деле, есть небольшая хитрость. Если вы берете несколько коробочек, разноцветные, скажем, желтые или зеленые, вы всегда можете сделать такую вещь. Поставить сюда крышку от белой, от прозрачной. Получится у вас как бы цветная коробочка, но при этом вы будете видеть свой патрон. Хотя, донышко мне особо ни о чем не говорит. Нужно, чтобы эта часть была прозрачной. И на эту коробочку наденем крышку. Соответственно, я смотрю, у меня патрон красный, я знаю, что у меня красным патроном дробь номер 5, к примеру. Если у вас там самозарядные, разноцветные патроны, ну, можно сделать маркером здесь подпись на коробочке. Но это все мелочи, на самом деле. А вот, о перестановке разноцветных ее частей. На самом деле, плюсов этой коробочки очень много. Какие плюсы я нашел для себя? Есть видео, Александр его делал. Александр, это как раз владелец магазина Супердак. Александр делал это видео, где он квадроциклом давил эту коробочку, бросал ее, кидал ее, коробочку эту. В принципе, коробка сделана из очень хорошего пластика, вот, который довольно мягкий, ну, мягкий пластик и очень гибкий. Эту коробочку сломать практически невозможно, если ты ее ножом не будешь резать. А сама она не ломается. Причем, мы охотились в мороз, он нормально себя показывает этот пластик, зарекомендовал. Какие плюсы я для себя увидел? В первую очередь, это переноска, перевозка, транспортировка и все, что с этим термином связано, патронов на охоте. Они лежат у нас в таких вот коробках. К примеру, я еду, беру 4 коробки, коробка на 25 штук, патрон сюда входит 70 миллиметров, то есть, обычный патрон, его длина в снаряженном состоянии 60, соответственно, миллиметров, он встает сюда, в эту коробочку, заподлицо, то есть, ничего не выступает. Аккуратненько, патрон в патрончику, 25 штук, сюда, то есть, пачка обычная, стандартная патрона, если это не 10 штук патрона, 25 штук сюда входит одна к одному, они как-то стоят, не болтаются, не вылетают отсюда из этой коробочки. И чем эта коробка, еще раз скажу, лучше? Обычной картонной коробке, скажем, если вы берете в пачках и в пачках кладете в сумку, в пачках все равно, рано или поздно, она растрепится, патроны эти рассыпятся по сумке. Допустим, у меня сумка, если брать охотную водоплавающую, а мы, в частности, рассматриваем эти коробочки для охотную водоплавающую птицу, потому что, ну, понятное дело, что ты пойдешь там в лес, допустим, на зайца, ты возьмешь свой патронтаж просто заполненный, хотя все зависит от количества дичи у вас в угодьях. Также на вошнепинную тягу очень удобно, взял коробочку с собой патронов, ты поставил с собой стульчик, положил коробочку на стульчик, не дай бог, ты ее где-то задел, она упала в воду, ей вообще ничего не будет. Я сейчас проведу, кстати, небольшой тест, такой тест еще никто не проводил, мы возьмем сейчас эту коробочку и намочим, потому что я попадал осенью в такие условия, когда шел дождь, а это коробка, патроны в таких коробках лежали у меня в лодке, крышка открывается, берется патрон, закрывается, дождь льется, это вообще как бы идеальный вариант, ничто не намокает, не нужно никакие сундуки с собой везти с патронами, где патроны рассыпи, здесь все по порядку лежит, все очень удобно. Соответственно, если растрепалась эта пачка, у вас патроны все высыпались, чуть где-то перепад влаги, в сумку поставили на мокрое, сырость взялась к сумке, получается, что у вас пачка патронов размокла, все это рассыпалось, обычно раньше я на охоту, ну и сейчас в принципе езжу, если знаю, что у меня там 300, 150, 200 патронов лежит номер 3 дроби, я говорю сейчас про гусиную охоту, я беру, конечно, с собой сундук, сундук, то есть ящик, кейс для патронов, где там эти патроны вылезают, их можно туда опять же положить в обычных пачках картонов, можно рассыпью, но когда я иду, например, и ложусь в скрадок, мне этот сундук неудобно с собой, мне проще взять вот такую пачку, взять с собой 3-4 таких пачки, в скрадок под голову положил, очень удобно, положил в яму, яму выкопали, сделали ячейку под боеприпасы в яме, куда их поставить, так же эту пачку поставил, все равно бумажная картона, она будет растворяться, и думаю, если в склочину там брать, вот как Александр на сайте написано, от 10 человек там по 250 рублей, там, позволит себе коробочку, вернее, 4 коробочки, вот мне в данном случае 4, мне больше не надо, очень удобно, оперативно, на любой охоте всегда патронов хватает, 4 коробочки это 100 патронов, как ни крути, 1 выезд на охоту за глаза, я считаю, ну вот, по нашему региону, я не беру, там Краснодар, Астрахань, когда там на 1 выезд на охоту, там и 200 расстреливают люди, но при этом добывают из 200, сколько, хотя половину уток добывают, нет, поэтому нужно учиться, что? Стрелять, чтобы из 200 добывать, хотя бы 150 уток, вот, да, байки, конечно, рассказываю, но, стремимся к тому, чтобы у нас на 1 птицу уходило не больше 2 патронов, поэтому, как хотите, надо учиться стрелять, давайте сейчас перейдем к тесту и посмотрим, насколько эта коробочка эффективна в воде, кладем коробочку, включаем воду и представляем, что у нас идет дождь, то есть, такой ливень идет и коробочка у нас в этот момент находится на сидении в лодке, где-то лежит, допустим, или просто лежит на улице возле палатки, на вышлипинной тяги находились и пошел вдруг ливень, такой ливень, ну, соответственно, это понятно, можно даже и не мочить ее долго, она будет все равно сухой, почему? Потому что у нее крышка, потому что у нее крышка сверху такая вот накрывается, то есть, попадание влаги сверху для этой коробочки вообще не страшно, потому что закрывается она заподлицо и ну, полностью и проводился тест также этой коробочке ее кидают за счет того, что она плотно закрывается, получается, как бы присасывается крышка к другой крышке и в итоге получается, что эта крышка сама ну, редко когда свалится и при падении коробочки патроны не выпадут сами теперь попробуем сделать другой тест наберем воды все, набрали в таз воды глубина у нас достаточно что я сейчас сделаю возьму и опущу эту коробочку в воду полностью погружу видите, да? коробочка находится с патронами заряженными полностью патронами под водой ее можно так держать там допустим час но мы не будем час держать вот в данном случае это такой эксперимент если представим что у вас такие коробочки стоят в положении горизонтальном то есть что берем открываем что мы видим влага в коробочку не попало соответственно сейчас я садю в воду пусть вода сливается соответственно можно сделать вывод такой что если у вас коробочка или там ряд коробочек находится в сумке где-то и сумка не дай бог там намокла в лодке вы ее случайно уронили в воду если коробочка допустим находится в горизонтальном положении соответственно есть надежда то что патроны останутся сухими ну вот видно как прошел наш тест собственно патроны в коробочке не намокли но я вам ребят скажу что это не панацея то есть эта коробочка не позиционируется как водонепроницаемая у нее нету резиновых каких-то прокладок то есть ее кидать в воду где-то специально там мочить это все дополнительный такой бонус скажем защита от влаги и наверное это даже для меня первое может быть даже второе после того как патроны здесь лежат в порядке да один к одному патрончик удобно их брать допустим если ты охочешься где-то в лодке или в скротке и второе для меня скорее как раз всего это водонепроницаемость потому что охота на водоплавочную охота в сырых местах как правило возможно попадание под дождь соответственно патроны ваши никогда не промокнут коробка картонная сколько раз так было уже не развалится и если будет попадание дождя сверху прямое то патроны абсолютно не замокнут если они не на долгое время попадут под воду сумка у вас упадет это тоже спасет ваши патроны от намокания поэтому я могу вам только порекомендовать эту коробочку приобретению а дальше вы уже делайте выводы самостоятельно нужно оно вам не нужно кто-то сейчас опять напишет в комментариях кладите в пакеты патроны ну ребят заворачивайте как семечки в кулек газеты и идите на охоту что я могу сказать всем удачи всем пока кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте мне лайки в общем подписывайтесь на канал всем пока до скорых встреч